Эдуард Успенский. Про Веру и Анфису. Откуда Анфиса взялась? В одном городе жила семья. Папа, мама, девочка Вера и бабушка Лариса Леонидовна. Папа и мама были школьными учителями, а Лариса Леонидовна была директором школы, но на пенсии. Ни в одной стране мира, ни одного ребенка не приходится столько руководящих педагогических кадров. И девочка Вера должна была стать самой воспитанной в мире, но она была капризной и непослушной. То цыпленка поймает и начнет пеленать, то соседнего мальчика в песочнице совком треснет. Так в песок приходится в ремонт относить, поэтому бабушка Лариса Леонидовна всегда была рядом с ней. На короткой дистанции, в один метр, как будто она телохранитель президента республики. Папа часто говорил, как я могу чужих детей учить в математике, если я своего ребенка воспитать не могу. Бабушка заступала. Эта девочка сейчас капризна, потому что маленькая, а вырастет, она не будет соседских мальчиков самком бить. Она их лопатой упить начнет, спорил папа. Однажды папа шел мимо порта, где корабли стоят, и видит один иностранный матрос. Что-то всем прохожим предлагает в прозрачном пакете, а прохожие смотрят, сомневаются, но брать не берут. Папа и заинтересовался, поближе подошел. Матрос ему на чистом английском языке говорит. Дорогой господин, товарищ, возьмите вот эту живую обезьянку, и ее у нас на корабле все время укачивает. А когда ее укачивает, она всегда что-нибудь отвинчивает. А сколько надо будет за нее заплатить? Спросил папа. Нисколько не надо. Наоборот, я вам еще и страховку в полис мой дам. Эта обезьянка застрахована. Если с ней что-то случится, заболеет или потеряет вам страхование, компания за нее целую тысячу долларов заплатит. Папа с удовольствием взял обезьянку и дал матросу свою визитную карточку. На ней было написано «Матвеев Владимир Федорович. Учите». Город плес на Волгене. А матрос ему свою визитную карточку дал. На ней было написано «Боб Смит, матрос Америка». Они обнялись, похлопали друг друга по плечу и договорились переписываться.